Всем привет! В прошлом выпуске я рассказал про наиболее интересные подарки с 1929 года по 2000 год и сегодня будет продолжение. Кстати, подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Погнали! 21 век богат на гаджеты и технологии, поэтому все подарки электронные. Я отобрал наиболее интересные из самых продаваемых подарков. В 2005 и 2006 годах наиболее популярными подарками стали Xbox 360 и PlayStation 3. Кстати, PlayStation 3 у меня была и некоторые игры, которые не выходили на компьютере, я играл на ней. Несколько игр были реально крутых, но я больше всегда был фанатом компьютерных игр. Кстати, напишите, какие компьютерные игры или игры на консолях вы играли в те времена. Интересно пообсуждать. В 2007 году вышел iPod Touch от Apple и он стал топовым подарком на тот момент. Кстати, у меня никогда не было iPod Touch, как iPod, а вот iPhone для меня был именно ключевым, наверное, чем-то совершенно новым. И по большому счету новый iPhone то же самое, что iPod Touch. Просто он еще звонит и отправляет смс. А в 2009 году пришли электронные книжки и стали топовым подарком на тот момент. У меня, кстати, была электронная книжка. Честно говоря, я не так много ей пользовался и всегда предпочитал и предпочитаю сейчас бумажные книжки. Как-то они мне привычнее. Кстати, на мой взгляд, электронные книжки сейчас утратили бывую популярность и уже не так актуальны. Как вы думаете, какой подарок стал топовым в следующем 2010 году? Им стал iPad. Пожалуй, iPad — это прорыв в целой индустрии. Это совершенно новый продукт на тот момент. Сам я лично пользуюсь iPad'ами, начиная с самого первого, где-то раз в два года обновляюсь. И iPad для меня очень важен и в работе. Одно время я даже пользовался iPad'ом и кнопочным телефоном. 2012 год и топовым подарком стала консоль Wii U. Но я про нее ничего не знаю. У кого-нибудь она была вообще? Внимание фанатам «Звездных войн». В 2015 году самым продаваемым стал умный управляемый дроид BB-8. Да пребудет с вами сила. В 2016 году вернулись и снова стали топовым подарком классические консоли. NES Classic, Dendy и другие. Вообще, пожалуй, 2015, 2016, 2017 и так далее года, они характеризуются ностальгией по старым технологиям. Например, очень популярны стали лампы Эдисона. Вернулись жвачки Love Is, Dr. Pepper из 90-х. Ну и, конечно, наши ламповые часы, они именно популярность в этот период набирают. В 2017 и 2018 годах, на мой взгляд, наиболее популярным подарком и гаджетом стали различные умные колонки. Их выпустил и Google, и Amazon, и Apple. Даже Яндекс выпустил свою умную колонку с голосовым помощником Алиса. Пожалуй, это тренд текущего времени. Они связываются с умным домом. Они позволяют что-то найти в интернете, дать какие-то команды. На ваш взгляд, какой подарок из перечисленных мной в прошлом выпуске и в этом выпуске наиболее интересный и классный? И вообще, какой подарок вы бы хотели получить в этом году на Новый год? Всем спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайк. И до встречи на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok